МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. 37-е заседание Правительственного совета Республики Западная Армения. Семинар в преддверии десятых. Игр франкофонии в Восточной Армении. Путин, Байден и Макрон не примут участие в Баку. Подвиги армян на Рене Ованисян. Баку уничтожил село Мохренес Гадруцкого района. Накануне КОП-29 всемирная молитва за удерживаемых Баку армянских заложников. Столетие геносноведения. Международная конференция наследия вызова и будущее. В Европарламенте состоялась конференция КОП-29 Баку, скрывая этнические чистки. 3 ноября состоялось 37-е заседание Правительственного совета Республики Западной Армения. Заседание открыл президент Лития Маркосян. Были выделены проблемы, о которых говорил председатель Национального совета Арменак Абрамян. Господин Абрамян представил важные вопросы, предложив их рассмотрение. Коснулся нынешней ситуации в Восточной Армении, подчеркнув некоторые причины поражения в 44-дневной войне. Подробно представил возникшие вызовы. Арменак Абрамян напомнил о широкомасштабной работе, организованной в ООН. Работа привела к ряду положительных результатов. Сообщив, власти Республики Западной Армения присутствуют на заседаниях ООН, где обсуждаются важные вопросы региона. В ходе заседания было объявлено, в настоящее время готовится бюджет на 2025 год, который вскоре будет представлен на утверждение. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена на следующих заседаниях. Заседание еще раз подчеркнуло приверженность руководства Республики Западной Армении решению существующих в регионе проблем и защите интересов Западной Армении на международных площадках. В Ереване стартовал семинар, организованный Международным комитетом игр франкофонии, цель которого – содействие подавительным работам 10-м игр франкофонии в Армении. Семинар составился вчера с участием заместителя министра Даниэла Даниэляна. Данное мероприятие имеет особое значение, поскольку в 2027 году Армения примет 10-е игры франкофонии. Во время церемонии закрытия участникам будут включены сертификаты об участии. Участники семинара – 30 франкоязычных армян и 6 участников из Румынии, Болгарии и Молдовы. Мероприятие организовано с целью углубления связи между Арменией и международным франкоязычным сообществом. Средства массовой информации приглашаются для освещения мероприятий. Церемония закрытия состоится в зале Арарат гостиницы Армения Мариот, улица Амиряна-1, вход для СМИ свободный. Дополнительную информацию можно получить у организатора семинара Элен Оганджанян по номеру 077-4644-64. В КОП-29, который пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, не примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден. Об этом Евроньюс сообщили близкие источники ООН. Информацию о Джо Байдене ранее подтвердил Белый дом. Представители Ереванского офиса Западной Армении получили приглашение на премьеру фильма «В Москве. Боевое братство». Режиссер фильма Гарик Машкарян, продюсер и ведущий Рубен Пашинян. Представитель Ереванского офиса Западной Армении Нарине Ованисян, которая является внучкой главного героя фильма, выступила с речью. Поблагодарив за приглашение, подчеркнула важность фильма с точки зрения представления героических страниц армянского народа. В фильме представлена история полковника, летчика, истребителя, героя Советского Союза Вазгена Аганесова. Нарине Ованьсян подчеркнула многочисленные подвиги армянских воинов, как в прошлом, так и в нынешних войнах. Армянские солдаты отдали свою жизнь за освобождение Родины, сделав свое имя символом свободы и защиты нации. Ованьсян подчеркнула показ фильма и еще одна возможность представить подвиги армянских воен и потенциал в обеспечении сохранения и защиты Родины. Я коренная армянка и горжусь, что имею честь представлять традиции и ценности армянского народа в Москве. Баку полностью уничтожил село Махренес Гатрутского района, которое перешло под контроль Азербайджана во время 44-гневной войны 2020 года. Об этом сообщает фонд Герард. Вандалист Баку не ограничивается разрушением памятников, кладбищ, церквей, монастырей, целенаправленно уничтожает армянские села и районы. Спутниковые снимки показывают, большая часть домов, школы, детского сада и других построек разрушена. Всего к октябрю 2022 года было разрушено более 40 домов и построек церковь Субсарки с Мохренеса полностью разрушено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда Facebook. По инициативе его святейшества католикоса всех армян Горегина II, 10 ноября в армянских церквях по всему миру пройдет всемирная молитва за мир, справедливость в Армении и освобождение заложников. Незаконно удерживаю Баку. К инициативе присоединился также католикос Великого дома Киликийского, Арам Первый и Всемирный совет церквей. Горегин II обратился ко всем армянам с призывом присоединиться к молитве. Отметив, это событие может помочь повелить внимание мировой общественности к вопросу пленных преддверия климатического саммита КОП-29. Международные организации также призвали принять участие в инициативе, подчеркнув, мир и справедливость тесно связаны. Движение также призывает обратить внимание на нарушение прав человека в Баку и поддержать инициативу. Исследования на тему совершенного против армян геноцида направлены на документирование и анализ событий 1915-1923 годов и систематическое уничтожение армянского населения в Османской империи. Истоки начались еще во времена массовых погромов. Армянские исследователи начали документировать геноцид посредством воспоминаний и документации. После Второй мировой войны в контексте исследований национального пробуждения и Холокоста 1960-х годов эта сфера закрометовала себя как междисциплинарное исследование. С 29 по 31 мая 2025 года в Ереване пройдет научная конференция с целью обсуждения роли проведенных в области истории права и политики геноцида исследований. Заявки на доклады по следующим темам. Историко-научный правовой анализ совершенного против армян геноцида, исследование памяти, поминальные службы, сравнительная геноцидология, организатор музей-института геноцид Ереван, Армения. Заявки принимаются на армянском и английском языках по указанной ссылке. В Европейском парламенте 5 ноября состоялась конференция под названием КОП-29 «Баку. Скрывая этнические чистки», где приняли участие депутаты, представляющие различные политические группы Европарламента, бельгийские политические деятели, дипломаты, представители гражданского общества, журналисты и представители армянской общины Бельгии. Со вступительной речью выступили организатор конференции Лукас Фурлас, представитель Республики Восточной Армении в Европейском Союзе, посол Республики Армении в Бельгии Тиграм Балаян. Цель конференции сосредоточиться на различных вопросах, связанных с проведением КОП-29 в Азербайджане, в частности, на том, какое влияние может оказать проведение в Баку в контексте происходящих регионных событий на фоне этнических чисток коренного населения Арцаха. Конференция пролила свет на продолжающуюся кампанию правительства Азербайджана, направленную на сокрытие носительного перемещения армян Арцаха, также на вопиющее отношение этой страны к нарушениям прав человека. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!